Санкт-Петербург На другом краю планеты, в десяти тысячах морских миль от северной столицы, воды Тихого океана ласкают земли Новой Гвинеи. Казалось бы, что может связывать два абсолютно разных берега? Имя. Имя знаменитого на весь мир русского ученого, путешественника, гуманиста Николая Николаевича Миклуха Маклая. Эпоха парусников и больших географических открытий до сих пор будоражат воображение, пожалуй, каждого ребенка. Помню, как зачитывался путешествиями Христофора Колумба, но больше всего, конечно, меня увлекали путешествия Николая 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 Миклуха Маклая, моего двоюродного прапрадеда, его путешествия на берег Маклая к папуасам, и потом невероятнейшие открытия, которые впоследствии перевернули научный мир. Середина девятнадцатого века. Рассвет колонизации. В ходе так называемой гонки за Африку начинается раздел почти всего континента. Опиумные войны за влияние в Китае, кровопролитное создание Британской Индии, захватнические экспедиции в океане. Разграбление чужих земель поставлено на поток. Но в ходе экспансий ученые и философы знакомятся с новыми культурами, все больше внимания уделяя теориям о происхождении рас. Например, американские антропологи Нотт и Глидден в 1854 году публикуют монографию «Типы человечества», в которой говорится об отсутствии родства между людьми белой расы и приближенными, по их мнению, к человекообразным обезьянам темнокожими. Философ Артур Шопенгауэр уверяет, высочайшая цивилизация возможна исключительно среди белых рас. Несмотря на то, что сам немец выступал против рабства, такие утверждения о существовании высшего расового типа набирают популярность, нередко используются для оправдания колониальной политики. Белая раса с овальным лицом, прямыми волосами и носом, которой принадлежат цивилизованные народы Европы и которая представляется нам прекраснейшей из всех, также превосходит прочие своей гениальностью, мужественностью и деятельностью. Часть ученых искренне в XIX веке искренне считала, что это люди, ну если не второго, то по крайней мере другого сорта, не такого, как европейцы. И это не сопровождалось какими-то российскими выводами, просто считали, что да, надо изучать. Ну, не дано им так, ну вот природа создала иначе. Поэтому Миклуха Маклайу пришлось столкнуться и с честными заблуждениями, проистекающими от недостатка научных знаний, так и с откровенными квазинаучными спекуляциями. К моменту отбытия к берегам Новой Гвинеи, Миклуха Маклай уже отучился в Германии на философском и медицинском факультетах, где и решил стать естествоиспытателем, что было очень популярно в то время. Его манила неизвестная и неизученная. И уже в 1868-м, во время экспедиции на Канарские острова, молодой исследователь открывает известковую губку Гуанча Бланка и пишет об этом научные статьи. А в 69-м отправляется в Африку и на Красное море, где после наблюдений выдвигает гипотезу в океанографии, объясняет, почему животный мир африканского и азиатского побережий заметно различаются. Это различие в географическом распределении зависит, очевидно, от многих причин. В качестве одной из них можно рассматривать течения, вызываемые господствующими ветрами. Эти ветры вызывают течение то в одном, то в другом продольном направлении, что существенно мешает обоим берегам обмениваться фауной. Дальше будут экспедиции в Марокко и Сицилию, в Египет и Аравию, в Йемен, Эфиопию и Судан. Получив хороший опыт, молодой, честолюбивый исследователь ищет возможность совершить экспедицию, которая позволит внести серьезный вклад в науку. Выбор падает на опасный остров Новая Гвинея, населенный папуасами. Во-первых, выяснить антропологическое отношение папуасов к другим расам, почти еще не установленное и представляющееся мне очень важным. Во-вторых, по возможности, по собственным наблюдениям, определить распространение этой расы сравнительно с остальными племенами Тихого океана. И хотя испанские и португальские мореплаватели открыли Новую Гвинею еще в 16 веке, знаний о ней было очень мало — ни точных карт, ни географии самого большого острова Океании. А многие участки и вовсе обозначались сплошными белыми пятнами. Чаще всего корабли проходили мимо таинственных берегов. Страшный остров, потому что мало кто знал, что там на самом деле. Это тропики, это влажные тропики с чудовищным, совершенно такой жаркой, душной жарой. Я проплывал мимо Новой Гвинеи, поэтому я знаю вообще, что там ощущается. Плюс всякие тропические болезни, плюс кусачие, ползающие, летающие всякие там насекомые, змеи. И, конечно, уверенность европейцев в том, что там людоеды живут. Как же можно туда поехать? Николай Николаевич был прекрасным рисовальщиком. Он даже хотел поступить в Академию художеств, но поступил в университет. Однако умение рисовать ему очень поможет в экспедиции. Миклуха Маклай подробно описал культуру папуасов, нетронутую влиянием внешнего мира, не только с помощью дневников, но и рисунков. Он опроверг высказывания ученых, которые приписывали коренному населению пучкообразный рост волос и шершавость кожи, уверявших, что это и есть подтверждение неполноценности темнокожих рас. Рисунки Николая Николаевича знакомят нас с уникальным миром, который был неизведан тогда европейцами. Сегодня сами изучаемые им в девятнадцатом веке народы узнают свою историю по иллюстрациям Миклуха Маклая. 2017 год – год, когда моя мечта исполнилась. Я организовал и возглавил первую в новейшей истории России научно-исследовательскую экспедицию и оказался на берегу Маклаев, Папуа, Новой Гвинеи. Я знаю, что для каждого из вас Маклай – это часть истории и вашей семьи, потому что кого-то из ваших предков он встречал, видел или знал. И я не ожидал, что мое личное желание увидеть этот берег и встретиться с вами, вырастет в то, что мы сейчас с вами делаем большое дело и объединяем наши две страны. Нас встречали три тысячи человек. Встречали с российским флагом, хотя мы и не брали его с собой. Местные жители пели гимн Папуа Новой Гвинеи. Для них это был настоящий праздник. На встречу с российскими учеными лично прибыл даже легендарный Майкл Самара. Отец-основатель современного государства Папуа Новой Гвинеи. Когда-то он занимал пост первого премьер-министра страны после провозглашения ее независимости. Столь теплый прием было решено засвидетельствовать в рамках телемоста между Россией и Папуа Новой Гвинеи. Это и последующая экспедиция в 2019-м показали. Имя Миклуха Маклая помнят даже спустя 150 лет после его первой высадки. Знаменательно, что на берегу снова встретились Маклай и Туй. Потомок ученого и потомок папуаса, который первым увидел белого человека. Они стали друзьями, как и их предки, сохраняя память, вместе смотря в будущее. Миклуха Маклая Путешествия российских ученых в 21 веке на остров Новой Гвинеи позволили сравнить мир современных папуасов и мир, описанный в дневниках Миклуха Маклая. Проследить развитие человеческой цивилизации в этом регионе от каменного века до наших дней. Но одним из главных итогов экспедиции стало переиздание собрания сочинений Миклуха Маклая в шести томах. Последний раз труды ученого печатались почти четверть века назад. Что меня сподвигло на то, чтобы я создал это издание, это моя первая экспедиция. Буквально несколько фотографий я хотела вам показать то, как нас встречали. Именно вот эта встреча сподвигла меня на то, чтобы сохранить наследие Миклуха Маклая. Потому что в Папуло-Новой Гвинеи папуасы берега Маклая помнят о нас очень хорошо и помнят вместе с Маклаем и Россию. Еще в детстве, будучи школьником, я знал про этого отважного человека, путешественника, который вызывал в моей детской душе какой-то необъяснимый восторг. Отправиться вот к этим людям, которые, по сути дела, жили в первобытном общинном строе, и не побояться, и изучать их, и в общем внести вклад в науку этими исследованиями, это здорово. Фактически контакт между совершенно разными по степени развития цивилизациями был достигнут, по большому счету. А мы сейчас как бы одну цивилизацию представляем, и подчас не можем найти общий язык. Учиться надо у Николая Николаевича. До сих пор, даже спустя 150 лет, местные жители называют берег именем российского ученого, несмотря на то, что на многих мировых картах побережье носит другое название. Такое уважение к личности этнографа, к тем далеким событиям, вряд ли бы сложилось, если бы не та доверительная связь, которую установил Миклуха Маклай с туземцами. Ученый пришел знакомиться с папуасами в одну из деревень абсолютно безоружным осознанно. Жители встретили путешественника с поднятыми копьями, приняв воинственные позы. В ответ Миклуха Маклай расстелил циновку, лег на нее и уснул. А когда проснулся, понял, что многое они видят впервые. Например, одежду и обувь. Это их пугало, но более всего белый цвет кожи. Папуасы думали, что человек спустился с луны, а возможно и вообще он из потустороннего мира. Но хозяева рассмотрели гостя, пока тот спал, и страх ушел. Когда Маклай был здесь на первом этапе, не было много изменений. Только немного изменений было в деревне. Потому что он привезли кукурузу, арбузу и другие планы, другие растения. Поэтому мы начали научиться планировать это в нашем собственном саде. Открытия, которые Миклуха Маклай совершал почти каждый день, захватывали его с головой. Ну вот мы сейчас в деревне Бонгу, на побережье залива Астролябия. Именно здесь Маклай остановился во второй раз. Вот прямо здесь была его хижина. Прекрасный вид. Однако жизнь исследователя на острове нельзя было назвать райской. Я покажу вам фрагмент походного дневника Николая Николаевича Миклуха Маклая. 2 января он пишет, что была сильная буря, обломала много лиан. Одна из лиан пробила крышу хижины и разбила термометр. Термометр, которым Миклуха Маклай измерял температуру воды. Записи очень интересны, потому что даже почерк нам позволяет судить о состоянии здоровья Николая Николаевича. Потому что вы видите, как переменчив почерк, записи плотные, сменяются гораздо менее разборчивыми. Дело в том, что он несколько дней тяжело болел. Путешественника то и дело приковывали к постели жесточайшие приступы малярии, которые потом периодически повторялись до конца его жизни. Но негативный опыт не смог оттолкнуть исследователя от погружения в мир Новой Гвинеи, дивный, хотя и местами опасный. Остров покорил сердце ученого. Меня приятно поразили хорошие и вежливые отношения, которые существуют между туземцами. Их дружелюбные отношения с женами и детьми. Во все мое пребывание на берегу Маклая мне не случалось видеть ни одной грубой ссоры или драки между туземцами. Я также не слышал ни об одной краже или убийстве между жителями одной и той же деревни. Миклуха Маклай остался в истории не только как выдающийся этнограф, антрополог, но и общественный деятель, борец за права народов Тихоокеанских островов. Чтобы защитить туземцев от жестокого колониализма, Николай Николаевич выступал с лекциями, размещал статьи в газетах и журналах, обращался за помощью к общественным и государственным деятелям. Не как русский, а как тамо-боро-боро папуасов берега Маклая, я хочу обратиться к его императорскому величеству с просьбой о покровительстве моей стране и моим людям и поддержать мой протест против занятия этого берега Англией. И министр иностранных дел России Николай Карлович Гирс пишет уже императору Александру Третьему, это уже начало 80-х годов, что Миклуха Маклая все эти свои предложения вносит, отталкиваясь от идеи защиты папуасов. То есть это все понимали. И дальше Гирс пишет, что несомненно благородная задача, но нереализуемая, потому что Россия тогда вступит в конфликт, в противоречие с интересами Англии и Германии, что ей совершенно не нужно. А кроме того, экспансия Англии и Германии на этом острове зашла так далеко, что уже поздно что-либо делать. Но тут важно отметить, что вот эту идею гуманную защиты интересов папуасов русское правительство, кстати, четко осознавало. Не очень это его волновало, это правительство, эта идея, но осознавали. Берег Маклая для островитян больше, чем просто название. А белый папуас не просто легенда. Он часть истории страны. В память об этнографе названа одна из улиц. Ну вот сейчас мы на улице Миклуха Маклая в городе Маданг. Недалеко от аэропорта, так что рекомендую посетить. Жители бережно ухаживают за мемориалом, открытым советскими моряками в 1970 году на мысе Горогаси. На тот момент на берег Маклая исследователи не высаживались около ста лет. В моей жизни два посещения берега Маклая – это две важнейшие памятные даты. Когда мы туда прибыли, мы совершенно не знали, что нас ждет. То ли они такие же первобытные, как это описал Миклуха Маклая, а может быть, они сами начнут нас снимать фотоаппаратами, кинокамерами, мы ничего не знали. Но когда мы подъехали к берегу, я закричал на языке Бонгу, который я изучился по дневникам Миклуха Маклая. Это значит, о, люди, здравствуйте, мы с вами братья. И эти слова произвели огромное впечатление. Они заулыбались, еще больше удивились местные жители. Когда мы сказали, что мы из Таль-Маклая, из деревни Маклая, они нас пригласили в гостевой дом и готовы были отвечать на наши вопросы. С самого начала, благодаря имени Миклуха Маклая, которого они помнили, как Маклая, это растопило их недоверие. Будучи на северо-востоке Новой Гвинеи, советские этнографы поражались. Они словно шли по рисункам путешественника, сотни которых он оставил потомкам. Более того, с каждым днем исследователи все более убеждались, что личность ученого оставила немалый след в фольклоре коренного населения. Благодаря фильмам и книгам в Советском Союзе образ Новой Гвинеи представлял каждый школьник. Только в серии «Жизнь замечательных людей» биография Миклуха Маклая переиздавалась четыре раза. После второй экспедиции потомок Туя Асель именем Маклая назвал деревню, которую основал, чтобы быть ближе к мемориалу и присматривать за ним. Когда я учился и был в городе, русские, которые пришли, я думаю, Вития, приняли первую группу. Они пришли. И тогда вторая группа пришли. Вития Маклая переиздавалась в Кыракаси-поинт. Вития Маклая переиздавалась в Кыракаси-поинт. Мы, наверное, планируем, мы пришли, немного позже. Так что я пришел сюда. Я был интересен. И я был в школе, я был слышать так много вещей, я был читать диарисы о них. И я хочу доказать, что я должен чистить это. Так что один день мой мечтан будет пройти, и я увидел русские, которые пришли сюда. Историю о Миклухе Маклае хранят многочисленные памятники по всему миру, в том числе в Сиднее, Севастополе, Куала-Лумпуре и, конечно, Папуа-Новой Гвинеи. В честь ученого ежегодно в России отмечается День этнографа. В Москве одна из самых больших улиц названа именем путешественника. Именно на ней располагается Российский университет дружбы народов. А вот на карте Петербурга, вплоть до 2021 года, имя гениального исследователя никак не было увековечено. Никит, стаксель подбери, приводимся. Экспедиция на берег Маклае – поворотный момент в моей жизни. Сохранить память о первопроходце ученым и наладить утраченные контакты между Россией и Папуа-Новой Гвинеи стало делом жизни. Ведь история Миклуха Маклае, его труды, его принципы, важнейшее для всего человечества гуманистическое наследие о равенстве рас и народов – это истинный пример для поколения современного и будущего. Папа, это тот берег Маклае, на который ты хотел попасть в детстве. Это петербургский берег Маклае, сынок. Память о Миклуха Маклае теперь будет хранить и новая пешеходная набережная в Петербурге. Именем великого путешественника назвали участок на Васильевском острове протяженностью в 2,5 километра от западного скоростного диаметра до улицы Челюскина. Новое общественное пространство горожане уже назвали своим берегом Маклае, который будет встречать и провожать уходящие корабли. Здесь на намыве имена приоткрывателей путешественников и Грузенштерн, Лисянский и Березгаузен представлены здесь. Но должно быть какой-то, скажем так, завершающий аккорд, какой-то, может быть, замковый камень, как говорят архитекторы, которая поставила бы такой яркий истинительный знак во всем этом проекте. И, как это иногда бывает, в нашей топонимической деятельности вариант, который, можно сказать, лежал на самой поверхности, он не приходил топонимическому в голову, пока вы к нам не обратились и не напомнили, что в нашем городе жил, трудился, учился, замечательный путешественник с мировым именем, который, чье имя связано в мировой географии, собственно говоря, самым понятием берег, берег Миклухова-Маклая. Вот. И, честно говоря, мы поняли сразу, что это то, что нужно, наверное, в данном случае. Во-первых, нет ничего лучше, чем набережная. Петербург – это город набережных, лучшая вещь в топонимике – это набережная. Вот берег Маклая, тоже всем известный с детства, и вот это сочетание позволяет, оно созвучно, и оно будет запоминаться, и люди будут должны, мы должны это сделать, чтобы они, как-то слышу набережную, Миклухова-Маклая, сразу вспоминали о береге Маклая. Ну, наше поколение вспоминало, следующее не знаю, но вот через улицу мы застали. На самом деле, нам актуальны все те идеи, которые, ну, на практике проповедовала Маклая о равенстве рас, о том, какой народов, о равенстве культуры, о том, как должны происходить взаимодействия между народами, у которых культуры различные, отличаются, и где-то не совпадают, что в этой ситуации нужно делать. Набережная Маклая, оказывается, очень важным элементом нашего дальнейшего интеллектуального развития, как Петербурга, так и вообще. Наши экспедиции возродили не только научный интерес, они возродили связь между нашими странами. То, о чем когда-то мечтал Миклухов Маклая, чтобы Россия и папа в Новогвинеи дружили. Я уверен, эта дружба будет продолжаться благодаря папуасам, которые на далеком берегу чтят память о первой встрече с русским человеком. И по-прежнему используют название берег Маклая, а не райкост, как значится на международных картах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok